На площадке перед библиотекой беззаботно веселится детвора и с интересом посматривает на стенды и столы, которые появляются на улице. Интриги добавляет веселая музыка, звучащая из колонок. Наконец появляется ведущая в русском народном наряде и начинаются игры. Сначала небольшая викторина, посвященная собственно книгам и героям сказок. И на мачеху стирала, и горох перебирала, по ночам при свечке, а спала в печке. Хороша как солнышко, кто же это? Золушка! Но цель всех этих развлечений вовсе не праздная. Здесь проходит мероприятие под названием «Запишись в библиотеку». Таким образом работники заведения пытаются познакомить ребят с миром чтения. В настоящее время в Развилковской библиотеке хранится около 16 тысяч книг. Конечно, до Ленинска и далеко, но для поселкового заведения цифра весьма солидная. Работа в библиотеке – дело хлопотное и совершенно неприбыльное. Но люди, которые трудятся здесь, влюблены в свою профессию и стремятся поделиться книгами с как можно большим количеством людей. Поэтому и организуют подобные праздники. А вы записались в библиотеку? Главная цель подобных мероприятий – разрушить уж очень живучий стереотип, что библиотека – место тихое и в целом скучное. О Развилковском учреждении такого точно не скажешь. Помимо проведения различных мероприятий, сотрудники библиотеки за полгода работы выдали около 25 тысяч книг. Что такое библиотека без читателя? Это просто пустое помещение. А библиотека с читателем – это библиотека, которая живет, которая растит читателя, которая воспитывает ребенка, человека и взрослого человека в культурной среде. Продолжается праздник под названием «Запишись в библиотеку». Внутри помещения для всех пришедших, а это посетители до 8 лет, сотрудник проводит небольшую экскурсию. У нас большие стеллажи, они похожи на большие дома. Правда, многодолго? Они же так. И вот на каждом этаже у нас тоже есть квартирки, в каждой квартирке живут книжки. Надо отметить, что в Развилковской библиотеке в настоящий момент зарегистрировано более 2,5 тысяч читателей. Это каждый пятый – житель Развилки. Тем не менее, акции, носящие название «Запишись в библиотеку», проводятся здесь на постоянной основе. Стать читателем библиотеки проще простого. Для этого не нужно регистрироваться на сайте Госуслуг и собирать огромное количество документов. Все, что вам нужно – паспорт. Здесь вы получаете, спасибо большое, вот такой формуляр читателя. Здесь нужно заполнить нехитрые строки, фамилия, имя, отчество, год рождения, паспортные данные. И вы – полноценный читатель библиотеки. Здесь же для гостей организован мастер-класс. Подобные мероприятия также организуют здесь весьма часто. В этот раз своими руками все желающие могли изготовить важную и нужную вещь – закладку для книги. Начался новый учебный год, школа. Соответственно, мы находимся в библиотеке. Я думаю, это необходимо. Основной контингент читателей, приходящих сюда – жители Развилковского поселения, старше 50 лет. Но благодаря образовательным программам, активному взаимодействию библиотеки с учебными заведениями, многие молодые люди также становятся постоянными посетителями читального зала. Запишись в библиотеку. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.